здравствуйте мои дорогие друзья с вами сегодня опять роман головин сегодня хотел бы затронуть такую тему почему международное правительство и многие организации пытаются пытаются выставить сыроедов и веганов сумасшедшими конечно я глубоко в эту тему не буду залезать конечно есть специальные люди которые разоблачают международное правительство так далее то не тема моего канала но думаю для многих из вас особенно начинающих людей которые хотят стать сыроедами веганами очень будет полезно чтобы у вас не было сомнений естественно определенные темные силы пытаются захватить нашу планету и они находятся эти темные души у власти многие государства и пытаются со всех сторон заблокировать знание человека дают религии допустим до в школах определенное образование проводят разделяют страны властвуют и так далее это можно почистить бесконечно я и так по поводу питания естественно когда человек начинает переходить на естественное питание многие в программе человека прописано у человека есть программа определенная где уже с рождения прописано каком питании может находиться человек как топливо для машины 92 бензин там 95 98 дизельное топливо и у каждого человека прописывается как он должен питаться и большинство людей может питаться быть веганами вегетарианцами сыроедами но далеко не все могут быть сыроедами фрукторианцами и тем более праноедами когда многие гуру рассказывают мне что вот все могут быть праноедами или сыроедами можно с этими людьми дальше не общаться они не понимают определенных истин основополагающих и могут навредить вашему здоровью итак а когда человек переходит на растительный тип питания естественно тогда у человека имеются открываются способности человек начинает правильно мыслить он просыпаться начинает выходить из системы а темным силам это не нужно им это не интересно и таким образом они пытаются контролировать то в зубной пасты добавляют в торг рассеянные я да там в пищу консервы давали гмо там с помощью как раз вот распыление различных с воздуха в том числе и с этой с питанием с образованием то есть вот сейчас у нас разговор конкретно идет про питание что вы понимали что переходить на веганство среде не можно никакими сумасшедшими не становитесь мозг работает гораздо лучше память начинает работать использовать мозг больше количества процентов на самом деле и международном правительстве это невыгодно так как мы начинаем просыпаться и нас сложнее контролировать становится поэтому думающие люди души никому не нужны естественно лучше этих людей загонять и очень сложно таким образом будет контролировать нас сейчас такое время у нас быстрый период развития духовный начинается очень быстро время на нашей планете течь начинает кто-то говорит о квантовом переходе о скачках то есть просто сейчас такое время что мы быстро быстро двигаемся вперед как бы это ни называлось как бы кто-то не выделял какие-то стадии я не считаю нужным какие-то эти стадии выделять квантовый переход какой-то То есть у человека есть определённое развитие. Начинается развитие это с определённых измерений, которые становятся доступны Земле. И мы вместе с Землёй успеваем. Если кто-то не успевает, на таких планетах просто больше рождаться не будет. Для этого у нас есть программы, учителя, которые это всё прописывают. Таким образом мы двигаемся вперёд. Когда вы начинаете переходить на это питание, я очень много у себя на канале про сравнение говорил, особенно в ранних лекциях, кто не смотрел или кто-то только знакомится с моей деятельностью, можете посмотреть в ранних лекциях, там очень подробно рассказывать, как надо переходить, что вредно, что не вредно. Ну есть, конечно, спорные моменты, но в основном, так как мы стали проводить у себя на канале ченнелинги, общение со светлыми силами, многие ответы у нас пришли с ченнелингов, так как обычные сыроеды, они не могут дать вам ответы на эти вопросы. И большинство уже современных сыроедов, они давно соскочили с этого питания, так как это питание им не подходит. И находясь 5-8 лет на таком питании, им становилось не очень хорошо, портилось здоровье, так как они ещё не развились до такой степени, что могут находиться на таком типе питания. Либо у них просто другая программа, в этой жизни облегчённая в плане питания, а нагруженная в плане духовного развития. Поэтому сразу не бывает и проноедения, и супердуховное развитие, и кучу детей родить надо, и семья, и так далее, найти какое-то своё близнецовое пламя. Это очень сложно для души сразу. Обычно такие задания дают уже в более развитых планетах. На этой планете ещё всё-таки более узконаправленно и кусочками даёт. И видят, человек справляется с этой программой или не справляется. Естественно, и министерства различных стран говорят, что эти люди сумасшедшие, и журналисты пытаются печатать в газетах и так далее. То есть невыгодно многим компаниям, чтобы, допустим, таблеток не было, кто будет таблетки покупать, врачей меньше станет, если вы будете питаться, естественно, находиться питание, более правильно питаться. И многим компаниям, естественно, это невыгодно. Причин миллионы. И транскорпорации там будут постепенно разоряться, которые занимаются как раз продуктами, фармацевтические компании. Нужно будет сильнее проводить пропаганду в СМИ, например. Потому что когда человек просыпается, он понимает, что где он находится, что человеку нужно открывать, естественно, компьютер, всё это изучать. Появляются какие-то мысли новые в голове, вопросы начинают задавать к правительству, к образу жизни. А почему я раньше так жил, я не понимаю. Начинаю по-другому детей воспитывать. В эти школы отдаёт, в эти не отдаёт. То есть сами можете найти эти концы, как бы связать их, и будет более-менее понятно, почему это всё происходит. Естественно, это тёмным силам невыгодно. Наверное, может быть, я сделал отдельную лекцию ещё. Есть уже дополнительная информация про тёмные силы, наверное, будет вам интересно. Вот чуть позже. Питание это даёт массу-массу преимуществ, о чём я раньше очень много говорил. Во-первых, те заболевания, приобретённые, да, которые от неправильного питания у вас получились, да, приобрелись, они уходят на задний план. Больше энергии становится у человека. Если человек начинает духовно развиваться, то питание, оно помогает легче и более сконцентрированным быть в медитации. Используя свой мозг на большее количество процентов. Улучшается сон, меньше спать надо. То есть преимущества очень много я могу до бесконечности перечислять. Кожа лучше, вы моложе будете выглядеть, больше работать сможете. Прыщи уходят. Внутренние органы более правильно начинают работать. Меньше потеть человек начинает. Это с учётом того, что у вас не кармические заболевания, а связаны именно с неправильным образом жизни. То есть это очень важные моменты. Кто просто не знает, обращайтесь к нам, естественно, на консультацию, и мы разберёмся с этими заболеваниями. Многие заболевания вообще нет смысла даже лечить. Потому что вы ещё хуже себе сделаете, так как врачи традиционной медицины не понимают, как работают организмы, откуда берутся вот эти заболевания кармические. Они пытаются вырезать кишечник, печень, там, я не знаю, скоро голову будут пересаживать. И всё равно это не поможет, так как традиционная медицина, она отрезана от знаний. И когда лечится отдельное физическое тело, ничего хорошего не будет происходить. Естественно, учёные в тупике. Пока не сменится власть в разных странах, пока человек не начнёт просыпаться, уходить тёмной силой, это всё так и будет в тупике стоять. И многие люди, светлые, которые находятся у власти, они, к сожалению, в одиночку очень мало что могут сделать. Такие люди у нас есть, они этим занимаются. Но пока мы не будем обладать этой информацией, никто никуда не сдвинет. Чем больше людей знают информацию об этом, тем быстрее мы будем просыпаться. Многие люди приходят на канал, мат-перемат, естественно, в комментариях. То есть люди ещё не готовы к таким вещам. Понять их можно, ещё не очень проснувшиеся и развиты люди. Многие люди не понимают, как мы работаем, как работают сущности. Сущности пытаются постоянно, чтобы им дали какие-то доказательства. Да, это понятно, но сущности находятся далеко от нас. И не всегда есть возможность чётко ответить на какие-то вопросы, которые ещё могут быть изменчивы. И много-много, скажем, переменных существует в этих вопросах. Поэтому доказательства могут прийти тогда, когда ту информацию, которую мы даём, начинает работать на человеке. Только так можно почувствовать, работает это или не работает. А какие-то специальные точные предсказания, это нужно искать супер развитых точных сущностей, которые, конечно же, только занимаются предсказаниями, прогнозами. И это занимает колоссальное количество, забирает энергии и так далее. И многие хотят, а когда мы там, точный год. То есть мне кажется, что смысла в этом нет, так как будущее, оно изменчивое. И всё в наших руках. Мы сами можем с тёмными бороться и прийти к пониманию. Но именно на физическом плане бороться не внутри себя, потому что зачастую только сущности могут помочь. И вот один из шагов – это питание. Когда мы переходим на растительный тип питания, причём переходить надо очень медленно, плавно, от 3 до 6-7 лет. Особенно у тех, у кого есть проблемы, есть возраст уже, постепенно переходит. И многие сароиды, которые быстро перешли, они, конечно же, потерпели фиаско. Со временем у них проблемы со здоровьем, нарушения с зубами происходят и так далее. То есть очень много различных проблем вылезать начинает. Тема на самом деле бесконечная. Я просто хотел заострить ваше внимание на этом типе питания. Вот смотрите мои ранние видео. Если какие-то вопросы возникают, пишите в комментариях, ВКонтакте, там, в Ютюбе. Вот и по мере возможности я буду отвечать и, может быть, и новые лекции какие-то сниму. Те люди, которые смотрят мой канал постоянно, они уже всё это знают. И лишний раз просто я даже не хочу повторяться, но это видео, естественно, снимается для тех людей, которые не так давно смотрят мой канал ещё, естественно. И ещё не в курсе, что происходит, на какой канал они попали, какие темы мы поднимаем, что такое духовное развитие. Так как многие люди, они на самом деле очень сильно разделяют питание. Это питание, духовное развитие, духовное развитие, да. Но питание, оно очень сильно помогает нам двинуться дальше. У меня, например, духовное развитие конкретно началось с изменения типа питания. Оно мне очень сильно дало. Хотя знание, а не обязательно с питания надо вытаскивать. Можно с другого конца знания потянуть. Всё равно постепенно человек приходит к этому виду питания. Итак, всего вам самого доброго, хорошего настроения. Увидимся в новых видео. До свидания.